Лучшее в стране Например, с Литресом издат. Что это такое? Проект Литресом издат. Проект, собственно, группы компании Литрес, лидера электронного рынка в России. Очень популярного сейчас в России. И для кого нужен этот проект? Он нужен для авторов, для любого желающего автора, который хочет опубликовать свою книгу. Проект, который, по сути, должен, призван сломать все существующие барьеры для публикации книги, сделать процесс максимально простым. И, что не менее важно, помочь книге попасть в магазин для того, чтобы ее заметила огромная аудитория. Нужно пояснить, что это, правда, одно время был очень непростой процесс. Ну, то есть, людям было сложно пробиться в этой сфере, чтобы их выпускали, их книги печатались, покупались, большими тиражами вообще издавались. Правильно? То есть, сейчас этот процесс как-то упрощается или что? Когда-то самоздат был вообще, обозначал некий неподцензурный выпуск тиражей, то есть, это было еще нечто запрещенное. Сейчас самоздат или там селф-паблишинг, как его можно называть, это действительно самопубликация, сервис самопубликации. И с каждым годом этот процесс, он естественным образом становится все проще. Это происходит равно и потому, что просто легче становится публиковать свою книгу, но также из-за того, что с каждым годом, как мы видим, привычка к чтению, к чтению электронных книг, к легальному чтению электронных книг у людей тоже все укореняется сильнее и сильнее. Евгений, давайте по пунктам. Вот кто-то, может быть, сейчас в настоящее время сидит и пишет «Войну и мир» вторую часть, например, что-нибудь, продолжение. Ну, просто пишет роман. И думает, да, как бы вот это все донести до людей, что необходимо делать. Вот написал человек книгу. Дальше что? И слушает наше интервью и смотрит. Дальше он заходит на наш сайт selfpub.ru selfpub.ru Ну, с сайта Литреса можно ведь туда перейти? Да, можно, конечно, перейти с сайта Литреса. Все, давайте с Литреса туда переходим. Да, можно с Литреса перейти туда, зарегистрироваться и загрузить свой файл. То есть, допустим, у вас файл в Word, или, например, вы его сделали в Google Doc'е, или он у вас там в ePub'е, ну, неважно. Ну, там все указано, каким форматом. Да, там все указано. Вы, по сути, в несколько кликов загружаете файл, заполняете его там аннотацию, выбираете жанр. Устанавливаете цену, выбираете, хотите ли вы его сделать бесплатным для аудитории. А можно сначала бесплатным, потом, если как-то люди поймут, что востребовано. Если дело пойдет, количество скачивания увеличится. Можно в любой момент, по сути, менять условия и вообще быть самому себе таким маркетологом, изучать, смотреть, понимать свою аудиторию и управлять и ценой, и условиями распространения. Важным моментом, как мне кажется, является авторское право. Ну, все-таки человек писал, интеллектуальный труд, собственность. Здесь вот как, скажите? Безусловно, факт публикации означает, что состоялась книга, она вышла. Более того, в группу компаний входит ассоциация по защите авторских прав в сети интернет, АЗАПИ, с которой мы тесно сотрудничаем и следим, в том числе, за тем, чтобы наказывать нерадивых пиратов и чтобы с книгой все было хорошо. — Это какой-то временной срок существует или это можно делать бессрочно, опубликовывать у вас на сайте свои работы в любой момент или есть какой-то лимит? — Нет такого, что, например, завтра заканчивается или когда-нибудь. — Но вот если вы хотите принять участие в нашей премии «Электронная буква», сроки определенно есть. Вот в этом году надо было до 15 марта опубликовать свою книгу, успеть опубликовать с помощью нашего сервиса, тогда вы принимаете участие. — Если не попали в этом году, то можете попасть в следующем, если изъявите желание. — На самом деле опубликовать можно в любое время дня и ночи. У нас и модерирование, и поддержка, можно смело сказать, интернациональные, и люди проверяют в достаточно широком диапазоне. — Евгений, а сколько по статистике в среднем, например, в день, в неделю, в месяц приходят публикации? Насколько активно люди интересуются этим? Как много у нас писателей? — В стране? — Вообще писателей в стране очень много. Их количество оценить точно сложновато. — Но тех, кто вам присылает. — По некоторым оценкам от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов, наверное. Мы сейчас находимся в стадии такого бурного роста. Мы на самом деле только в начале прошлого года вот так вот по-новому запустились и позволили выбирать там разные условия публикации и так далее. Сейчас, на текущий момент, где-то до полутора тысяч книг и больше в месяц новых у нас публикуются. — Какие жанры в основном? Что это? — Популярные. — Ой, интересный вопрос. Очень популярна фантастика, фэнтези, романтическая фантастика и фэнтези, любовная литература. Видно, что людям интересно. И тут отдельно и приятно, и любопытно, что читатели, которым интересна эта тема, они заходят, они пытаются и хотят открыть для себя новые имена. Они видят, видят книги самоздата, покупают их, и у нас там появляется своя история успеха в итоге, потому что книги интересны. — Женщин или мужчин больше среди писателей? — А у них псевдонимы не поняли. — Ну, вдруг, вот Евгений знает изнутри ситуацию. — В целом много и тех, и других, и по возрасту, и по полу. — Разные. — Если мы говорим именно о востребованных, то у нас именно женская проза сейчас очень популярна, написанная для женщин. — Скажите, а вот когда человек решился опубликовать свою работу у вас на сайте, есть ли какая-то конкурсная основа? То есть, кто, может быть, ваши редакторы, они отсматривают эти тексты, смотрят, выбирают, отказывают людям или нет? Можно вообще получить отказ вот в данном случае? — Мы хотим, чтобы как можно большее количество авторов смогло опубликовать свои книги, но в отдельных случаях мы можем либо отклонять книгу, возвращать ее на доработку, либо там в каких-то редких уже отказывать публикации. Как это происходит, но с отклонением понятно, мы можем рекомендовать автору что-то доработать, как правило, это имеет отношение, не знаю, к какому-то визуальному моменту. — Редколлегия какая-то существует. — Редколлегия подключается в тот момент, когда, допустим, мы вдруг понимаем, что случилось страшное, и к нам пришел плагиатор. Такое редко, но бывает. И он выдает свою книгу там за чужую, у нас есть много разных механизмов для того, чтобы это отслеживать и не допускать. Либо мы вычитываем книгу и понимаем, что по требованиям законодательства мы не можем опубликовать эту книгу, к сожалению, совсем никак. Там что-то, ну, однозначно, что закон нам запрещает вообще опубликовать. Отклоняем. Таких случаев единицы, вот. Но мы за этим следим, потому что стараемся все внимательно проверять. — Мы рады, что психическое здоровье у писателей в стране в целом хорошее. Друзья, мы скоро вернемся, оставайтесь в компании «Страна-ФМ». Друзья, мы продолжаем. Здесь телерадиоканал «Страна-ФМ», программа «Лучшая в стране». — Вот шнур, видишь, тоже самоиздается. Его новая работа только что посмотрели. — Не без глюкозы, да. — Да, послушали. Друзья, хочу напомнить, в гостях у нас сегодня руководители проектов «Литрес», самоздаты «Литрес-Чтец» Евгений Селиванов. Поговорили мы о самоиздате. Теперь еще один проект, который называется «Чтец». Очень он нас заинтересовал в том числе. Вы давайте теперь расскажите нам и про него, пожалуйста, Евгений. — Такой интересный краудсорсинговый проект. Насколько мне известно, аналогов у нас в стране точно этому проекту нет. Почему он появился, в чем его цель? Опять же, дать возможность человеку, который хочет попробовать себя в качестве чтеца, человека, который начитывает аудиокниги, сделать это, опубликовать и получать потом релатис-продаж. При этом мы хотим, чтобы таким образом каталог электронных книг, а сегмент электронных книг сейчас очень быстро растет, он становится все интересней людям, интересней слушателям, чтобы таким образом пополнялся каталог. Причем мы обращаем внимание на то, что когда издатели или какие-то крупные студии, которые записывают аудиокниги, концентрируются на исключительно современных каких-то коммерческих выигрышных историях, мы понимаем, что есть не менее интересные книги, классические книги. Мы понимаем, что есть не менее значимые, ценные и хорошие книги у писателей, написанные, скажем, несколько лет назад и по каким-то причинам оставшиеся пока что вне фокуса внимания. И все эти книги мы уже за полтора года существования активно записываем. Эти книги потом очень хорошо продаются, они интересны еще. Что должен сделать человек? Механизм. Механизм также с первого этапа и последующие шаги. Рассказываем. Да, пожалуйста. Вначале нужно зарегистрироваться опять же с сайта Лидрес, прочитать информацию и потом оттуда попасть на проект Чтец. Получить тестовое задание. Это небольшой объем текста, который покажет, насколько человек, на взгляд наших профессиональных модераторов, способен вообще быть диктором. Если пройден этот этап, если все хорошо, дальше человек видит перед собой каталог, очень большой каталог книг. То есть он предоставляется на выбор. Да, ему предоставляется на выбор с возможностью фильтровать, сортировать по жанрам. Это может быть классика, это могут быть современные книги разных жанров, это могут быть очень востребованные популярные авторы, такие как, например, Олег Рой или Олег Дивов, Елена Звездная. Или же это может быть Лев Толстой, Антон Павлович Чехов, Александр Дюма. И, в общем, дальше Чтец смотрит и понимает, что же он от проекта хочет. Хочет ли он прославиться, остаться в веках, как человек, который прочитал все собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, к примеру. А есть такое? Есть и это, и можно выбрать и прочитать. Либо же он хочет заработать денег, он осознанно пришел с этой целью. То есть на Ленине не заработать. А мне кажется, кое-что может хорошо продаваться. Империокритицизм, материализм. Хорошо, дальше. Это может быть интересно. Чтобы хорошо заработать, что выбрать-то надо? Ну, надо посмотреть. Мы там показываем, во-первых, некий рейтинг. Книги отсортированы так, что можно понять, что более востребовано, что более интересно. Дальше сопоставить это с своими какими-то пристрастиями. Целями, да. Целями выбрать книгу, записать ее. После того, как ты ее сам как чтец записываешь, ты заботишься о мастеринге, о том, чтобы получилось хорошее качество записи. Мы выдаем там всяческие советы, рекомендации, как это сделать. Вот надо сразу пояснить, что человек сам записывает книгу целиком, уже не отрывок, а целиком книгу. И сам занимается, как говорится, постпродакшеном. То есть, чтобы это все звучало хорошо, чисто, профессионально. Это должна быть какая-то студия. То есть человек должен об этом подумать. Да, совершенно верно. Он либо такую студию должен создать у себя в домашних условиях, или воспользоваться какой-то другой возможностью дальше решать, в общем-то, ему. Да, записывать долго, целую книгу, так что имейте иду. Это не такая простая задача. Тем не менее, люди справляются. То есть, об этом говорит статистика. У нас вот только в той премии электронной буквы, которую я упоминал, 1138, помню. 1138 аудиокниг приняло участие. То есть, это достаточно большое количество записанных вот за полтора года существования проекта. Есть ли, смотрите, книги какие-то популярные, да, которые лучше всего монетизируются? Нет ли такой ситуации, когда человек один и тот же, ну, там, например, не один и тот же, а одну и ту же книгу записывают 20 человек, а другую книгу совсем никто не берет? Здесь вот как-то вы влияете? Редактируете? Ну, 20 человек не смогут, сможет 3 человека. У нас есть такое правило, что... А потом она закрывается для записи, да, получается? Да, потом она закрывается. Естественно, что процесс такой живой, в нем возможны всякие подвижки. Дальше, во-первых, все ложится на плечи чтецов, которые выбирают этот контент для записи. Также у нас есть разные возможности, мы сейчас их развиваем, реализуем для того, чтобы, ну, управлять этим процессом. Если мы считаем, если мы очень хотим и уверены в том, что вот эту книгу стоит озвучить по каким бы то ни было причинам, мы находим способ прокоммуницировать об этом с чтецами и предложить им эту книгу к записи. Вообще, тут, наверное, стоит упомянуть, что и равный сервис, там, Литрес СМСДАТ и Литрес Чтец, они находятся в таком стадии очень бурного развития, мы там постоянно добавляем какие-то возможности. Вот проект Чтец ждет в ближайшем будущем самое очень крупное обновление, там появится масса дополнительных возможностей, в том числе вот для выбора книг. А как автор узнает, если, допустим, купили книгу с его участием, то есть вы об этом уведомляете? Ты имеешь в виду чтец. Чтец, чтец, да. Прикрепляй карту, мы тебе отправим в зарплату или как? Эту часть мы как-то выпустили. Равный автор СМСДАТ и автор Чтеца, безусловно, он должен понимать, что происходит с книгами, которые он опубликовал, поэтому он видит статистику, он постоянно за ней следит, наблюдает, и когда заканчивается некий отчетный период, да, он имеет возможность получить там удобным для себя способом, ну, как правило, дает вывод на карту, заработанные роялти. То есть он получает эти отчеты, он их контролирует и видит, что вот, да, вот я заработал за этот период. А имеет значение, вот, допустим, один автор выбирает маленький рассказик Довлатова и успешно его записывает, а другой-то претендует на какое-нибудь произведение Толстого, Льва, и записывает вот там несколько... Или Мастер Маргариту там полностью записал, да. Ну, в общем, несколько там учитывается, что одна запись, допустим, ну, там, один часик, а другая 25 часов. Ну, крупная форма, малая форма, это все влияет, в конечном счете, на итоговую цену, потому что рассказы, они, ну, априори будут дешевле, и поэтому они могут быть более доступными для покупателя, и, опять же, поэтому может сложиться такая ситуация, что его купят гораздо большее количество людей, при этом какой-то объемный труд может превратиться в не менее объемную аудиокнигу, и она вполне себе может быть достаточно дорогой. Да, они все еще там дешевле печатных книг, как электронные, это одно из их преимуществ. Тем не менее, безусловно, крупная форма всегда будет дороже. И если это будет какая-нибудь успешная книга, которую там многие скачают, купят, то тут тоже можно выбрать. Оцениваете вот качество самой записи, то есть он может прислать чтец, у него прекрасный голос поставленный, очень правильная интонация, подача книги, ну, запись так себе, где-то что-то шуршит. Кошки мяукают. Например, да, непрофессиональная студия, вот это тоже ведь имеет значение. Да, конечно. Не только какой вот сам чтец. Мы в таком случае также, редакторы, которые проверяют перед выкладкой, перед публикацией эту книгу, они могут попросить что-то перезаписать, обратив внимание там, где по таймингу какие возникли проблемы, вернуть на доработку, потом, соответственно, дождаться, когда человек это сделает. Слушайте, а есть такие уникумы, которые сами написали и сами записали, то есть в обоих проектах принимают участие? Вы очень прозорливо посмотрели в будущее, потому что эти оба проекта, они, безусловно, обязаны просто подружиться в какой-то момент. Когда Рома просто пишет в стол, понимаете, это очевидно. Топ за томом. Аудио сам издат, он сам собой вырастает вот на пересечении этих двух проектов, и я надеюсь, вырастет уже там до конца этого года. То есть можно будет действительно самому записать. Это, кстати, очень интересно, потому что есть же разные примеры. Вот Дмитрий Быков, к примеру, который вот председатель жюри нашей электронной букве, он сам начитывал свои книги, и эти проекты, они могут быть востребованы. То есть может быть интересно читателю, кто автор, и этот авторский голос услышать, это, ну... Ну, раз мы заговорили про Дмитрия Быкова, тогда, может быть, и про стихи расскажите. Насколько много вам в обоих проектах приходится стихов получать? Вот в аудиокнигах, не буду обманывать, что-то я не припомню, чтобы пока еще озвучивали стихи, возможно, я что-то упустил. То есть у Руслана Людмила Пушкина там ничего такого... Не покупают. Евгения Онегина не озвучивают. Аня вспомнил, есть, да, есть. Классики очень много, в том числе и стихи начитывают. Да, это я вот не сразу вспомнил. В самоздате стихи публикуют часто, в основном это, конечно, сборники стихов. Лирика самая разная, это любовная лирика, это социально-политические произведения, это патриотические произведения, это философские произведения. То есть жанров, на самом деле, очень много. Да. Друзья, хочу напомнить, у нас впереди еще один интереснейший, такая интереснейшая подтема, мы будем говорить о премии электронная буква, так что присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, группа ВКонтакте «Страна.ФМ», а мы скоро вернемся к вам. Друзья, вы слушаете и смотрите «Страну.ФМ». Евгений Селиванов, руководитель проектов «Литрес.Самыздат» и «Литрес.Чтец», сегодня в гостях у телерадиоканала. Мы продолжаем общаться. Да, и у нас третий подпункт, так скажем, нашей беседы, электронная буква, литературная премия. Очень интересная такая вещь, я так понимаю, то, что мы знаем об обычных литературных премиях, ну так скажем, вот как это все по всем правилам проходит, вот электронная буква по тому же регламенту вроде как идет, да? Вот поясните, нам чего отвечать. Вроде как или точно, да. У нее есть очень много схожего с традиционными премиями, есть свои особенности. Я вот так часто упоминаю эту премию, потому что у нас как раз завтра будет объявление лонглиста, и сейчас я чуть-чуть подробнее расскажу вообще, что это, да, зачем это было придумано. Премия «Электронная буква» — это вот премия в области электронных книг, опять же, первая в стране, которая была организована, она нацелена в первую очередь на то, чтобы открыть новые имена новых интересных авторов, показать максимально широкой аудитории, широкой общественности. А с другой стороны, она, опять же, популяризирует электронное чтение и вообще легальное чтение в целом. Премия стартовала вот в таком обновленном формате в конце осени прошлого года. Старт был дан на выставке «Нонфикшн» в 2017 году, в начале декабря, в конце ноября. И с тех пор, вот до 15 марта 2018 года, мы принимали заявки. У нас, я запомнил эти цифры, 5589 электронных книг за это время было загружено, опубликовано и приняло участие в премии. И вот 1138 аудиокниг. Несколько номинаций в премии. Крупная проза, малая проза, поэзия и особая номинация «Лучший чтец». Это сам издат всё, да? Это всё сам издат, да, потому что для того, чтобы принять участие, нужно обязательно опубликовать свою книгу на сервисе «Литрес сам издат». Если она была успешно промодерирована и отправилась в публикацию, всё автоматически. Если вот человек не изъявил какого-то там другого желания, она становилась участником премии. Ну и также вот «Лучший чтец», как мы говорили до перерыва, выбирает вот тот самый голос, который оказался... Вот как выбирает лучшего? Сейчас расскажу, у нас жюри очень компетентное, и вот эту структуру мы воспроизвели на самом таком высоком уровне с учётом всех вот тех правил и устоявшихся каких-то норм уже в организации подобных мероприятий на высоком уровне. Ну да, представители именитые. Наши жюри, да, председатель Дмитрий Быков, туда же входит Денис Драгунский, писатель, Андрей Василевский, поэт и главный редактор журнала «Новый мир», журналист Наталья Ломыкина и Наталья Кочеткова и Сергей Чанишвили, отвечающий за премию «Чтец». Золотой голос. Заслуженный артист России, да. Ещё, да, важно упомянуть, что всегда отбор на премию, он состоит из нескольких этапов. В начале весь этот гигантский, в нашем случае просто гигантский объём книг, объём текстов, он попадает вот в работу. Наш координатор Юлия Качалкина, тоже известный книжный редактор, который там занимается российской прозой, там занималась, в частности, книгами Виктора Пелевина активно. И она отсмотрела лично этот большой объём книг. Как это возможно? С помощью, естественно, профессиональных ридеров, которые подготовили, тоже помогли это сделать, подготовили рецензии. И потом из всего этого объёма мы выбрали список. Вам надо было тоже ввести электронный дневник, съёмки, как это всё делали? Это просто такая кухня интересная. Я даже не могу себе представить, как это всё отсмотрели, прочитали. На самом деле, я понимаю, конечно, всё это более детально и точно, но и даже для меня в этом есть какой-то элемент волшебства, потому что это очень тяжёлый, кропотливый труд, и нужно очень компетентно погрузиться в каждый из этих текстов, понять его, оценить. Ответственность, конечно. Завтра мы объявим лонглист по каждой из номинаций, и эти тексты, я видел все эти книги, слушал этих чтецов, которые попали в дневный список, и могу сказать, что это уже лучшее. То есть, на самом деле, я бы вот рекомендовал, пользуясь случаем, не знаю, всем обратить самое пристальное внимание на эти книги. Мы их обязательно опубликуем потом в отдельной серии. Здорово, конечно. И они будут подготовлены. Новые имена откроем. Евгений, в нашей рубрике «Прагматизм» прозвучит такой вопрос. Что получает человек, который побеждает? Мы долго думали, на самом деле, какой выдать приз для того, чтобы было максимально полезно и эффективно для автора продолжение. Я сейчас поясню эту мысль. Существует огромное количество премий в стране, а большей части не знаете вы, а каких-то не знаю я, хотя я уже действительно довольно долго... Десять лет. ...работаю в книжной отрасли. К сожалению, это так. Почему? Есть много профессионалов, которые способны отобрать очень качественные тексты. Они вручают автору приз, какую-то премию, денежную премию, чествуют ее, вручают ему какую-нибудь там красивую статуэтку и почетную грамоту. А что происходит дальше? А дальше нет очень важного шага от автора к читателям. Он по каким-то причинам отсутствует. Да, это продвижение, и дальше либо случается какая-то интересная история, издатель замечает, делает автору предложение, публикует, пытается продвигать, либо срабатывает это, либо нет. Иногда этого не происходит, и вот автор теряется. Мы решили, что это будет главным призом нашим авторам. У нас есть очень широкие возможности для продвижения книг. У нас, во-первых, своя огромная аудитория, там около 20 миллионов читателей активных, и большая сеть партнерских ресурсов, плюс все наши возможности, выражаемые в общем призовом фонде порядком 10 миллионов рублей. Мы все их будем использовать на то, чтобы авторы, которые станут победителями в каждой из номинаций, получили максимально возможное продвижение, потому что в конечном счете именно это скажется на дальнейшей судьбе этих книг и этих авторов. Больше всего мы хотим, чтобы лучшие авторы из вот этих пяти с лишним тысяч человек, которые были, которые подали заявки, а потом их отобрали, профессиональные критики, профессиональные жюри, мы хотим, чтобы о них узнало как можно больше читателей. Евгений, о каких авторах уже узнали вы? Вы их прочитали, вы поняли, что это звезды, но может быть еще мы о них не знаем. Расскажите несколько фамилий хотя бы, кого надо почитать. Наших авторов сам из дата, да? Да, да. А так можно перед премией? Ну, я же не буду утверждать или опровергать, кто из них. Нет, я только за, я только за. Лидеры, может быть, кого уже... Я могу сказать, да, что у нас действительно есть авторы в разных жанрах, которые вот даже по итогам уже 2017 года прочно выбились в лидеры и оказались очень интересны нашим читателям. К примеру, есть такой писатель Дарья Кова, которая пишет женскую прозу, и эта проза, она оказалась очень востребованной, очень интересной. Это один из лидеров вот в нашем самоздате, и насколько мне известно, по крайней мере, такая информация была где-то в районе весны, по ней, по-моему, даже готовят какой-то сериал. И еще кого-нибудь дайте, да, заманушечку нам. Вот наш, безусловно, лидер фантастики, в мужской, хорошей, боевой, космической фантастики, это Юрий Москаленко, который, собственно, стал нашей, по-моему, не первой, но однозначно очень крупной историей успеха прошлого года. Это вот он за, по-моему, два месяца с момента публикации книг у нас продал больше пяти тысяч экземпляров и выбился там в какие-то просто невероятные лидеры. Как прекрасно, я вот сейчас подумала, ведь это возможность не только для людей, которые живут в Москве и Петербурге, а для всей страны нашей необъятной, и не только, да, можно отправить книгу и стать вот лучшим из лучших. Для всего мира. Для всего света. У нас даже наши модераторы могут и читают книги не только на русских языках, у нас компетентны в английском, немецком, испанском, итальянском, польском. Ну вот на этих языках точно можем. Сейчас в республике Саха один из оленеводов отложил аркан и взялся за перо. Да, друзья, пока он пишет, у нас пауза, после которой вернемся. Говорит и показывает телерадиоканал Страны.ФМ, друзья, продолжается программа «Лучшие в стране», и мы продолжаем говорить о литературе. Да, и у нас в гостях сегодня руководитель проектов Литрес, самиздат и Литрес Чтец Евгений Селиванов. Мы продолжаем обсуждать и разбираться в литературной премии «Электронная буква». Завтра будет опубликован лонг-лист, да, вот какая судьба дальше ждет почти победителей. Да, завтра на Красной площади, на вот этой знаменитой выставке книги России, в 17.45 в шатре номер 12 художественной, лектории художественной литературы, будет оглашен длинный список. Потом, после того, как мы это сделаем, мы подготовим все эти книги и опубликуем их отдельно на нашем ресурсе, сделаем их на время, пока длится, вот пока существует длинный список, пока производится отбор в короткий список нашими экспертами, это будет происходить в течение лета до сентября. Эти книги станут на данный период доступны каждому читателю бесплатно. Мы будем с интересом наблюдать за тем, как их скачивают, что о них пишут, как их... Реакция публики. Да, 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 что о них думают люди. Потом, так или иначе, к сентябрю произойдет отбор. То есть наша экспертная комиссия, то есть те же самые люди, которые участвовали в формировании длинного списка, они сформируют короткий список. С коротким списком, который мы представим на выставке ММКВЕ в начале сентября, будет работать уже наше большое жюри. То есть все те, кого я перечислял, вот Дмитрий Быков, как отвечающий за крупную прозу, и как председатель жюри Денис Драгунский, как куратор малой прозы, Андрей Василевский, куратор номинации «Поэзия», и Сергей Чинишвили, куратор номинации «Чтец». Они уже будут, соответственно, смотреть, либо слушать книги и выбирать лучшего. Евгений, а что у нас с детской литературой? Пишут ли что-то? Новые Джоан Роулинг появляются в России или, может быть, в Толкины? Пишут детскую, пишут активно Янка Далт. У нас некоторые ограничения, если говорить о премии, были. То есть мы брали художественную литературу, то есть мы не брали не художественную, но художественную брали всех жанров. И хочу сказать, что прислали достаточно большое количество вот именно такой подростковый в жанре Янка Далт. Он вообще сейчас очень популярен и набирает популярность. Детской, конечно, тоже много. Интересно, что из этого будет. А мне вот интересно следующее. Вообще, в принципе, электронные книги, ну даже вот мне интересно, аудиокниги, они правда сейчас прогрессируют? То есть есть такая тенденция, что их люди слушают и, может быть, даже слушают больше, нежели читают. Какая сейчас идет история в этом вопросе? Рост очень бурный. Даже по нашей статистике, по-моему, более чем на 70% выросли продажи в прошлом году аудиокниг. Понятно, почему, потому что смартфоны все у большего количества людей. Автомобили. Да, вот сами ситуации, в которых слушаются книги, ну это, знаете, как с электронными книгами и печатными книгами. В какой ситуации тебе удобнее читать? В какой-то момент мы пришли к этому, что электронная, ее все преимущества в том, что она всегда под рукой, но на самом деле тебе никто не мешает, если ты хочешь там на диване устроиться и почитать обычную книгу, можешь это сделать. А зато тут ты всегда в дороге. А так ты воткнул наушники себе в уши и слушаешь аудиокнигу. Есть ли какие-то, знаете, обойденные вниманием писателей жанры? Может быть, где-то густо писателей, а где-то пусто. И вам бы хотелось призвать людей, которые пишут, которые владеют пером, вот в этих жанрах, например. Может, историческая проза, ну я не знаю, вот где-то вот недостаток наблюдается или нет? Пока, наверное, отвечу на вопрос так. Мы видим, что у нас очень популярна фантастика и фэнтези, но мы опять же видим, и у нас даже есть специальная такая рубрика, модераторы самоздата рекомендуют. Каждую неделю мы стараемся вывешивать список книг, новых книг, которые у нас появились. Неважно, какого они жанра, неважно, там, кем, как они написаны, но то, что показалось очень интересным и достойным внимания нашим профессиональным модераторам. И там очень много книг детективов, там современные внежанровые прозы, детских книг, вообще нехудожественных книг. Нам хочется привлекать внимание читателей к этим категориям. То есть мы видим, что у нас в однозначных топах продаж находится фантастика, а остальное пока так немного ускользает из фокуса внимания, хотя эти книги не меньше, на мой взгляд, его заслуживают, на наш взгляд. И вот мы очень хотим обратить внимание на эти жанры. Кстати, вот, когда люди записывают, они просто на тишине начитывают? Или какую-то музыку разрешается, это приветствуется? С музыкой это было бы очень интересно, но это сопряжено с другими дополнительными трудностями, если это, ну, то есть полный объем прав должен присутствовать. Право на музыку тоже. Да, право на музыку в том числе. Поэтому, конечно же, наши аудиокниги, которые публикуются в проекте, это в тишине записываются. Ну, вообще такое субъективное восприятие. Электронные книги или книги бумажные, в каком они сейчас соотношении? Насколько они дружат? Нет ли такого, что уже бумага полностью уходит, и электроника, все ее много-много-много-много, и скоро она заполнит все? Ну, вот повторю, немножко разовью мысль, которую я сейчас недавно озвучил. Тут скорее можно говорить о ситуации. Рынок электронных книг растет постоянно. Он в последнее время, только у нас мы наблюдаем такой устойчивый рост, там, более, по-моему, 50% в год. И мы видим, что электронное чтение, вот привычка читать книгу в электронном формате, пользуясь всеми удобствами. То есть, к примеру, мы говорим... Ну, конечно, место не занимает. Да, мы говорим о Литресе как о крупнейшем магазине, где можно купить, там, одну из миллиона книг представленных. Или мы говорим, скажем, о другом нашем проекте, «Майбук», где там более 120 тысяч книг доступны просто по подписке, когда ты оплачиваешь доступ к этой гигантской библиотеке и читаешь там сколько тебе в душе угодно, сколько ты способен просто прочитать, если тебе это интересно. И мы видим, что интерес огромный. Но при этом, ну, очевидно, что печатная книга, она никуда не исчезнет, по крайней мере, в обозримой перспективе. У нее есть, опять же, другая ситуация, в которой печатную книгу читать удобней. То есть даже я очень активный потребитель, читатель электронных книг. Я сюда на эфир приехал с 800-страничным томиком обычной бумажной книги, потому что так случилось, что она начала ее читать в бумаге, и как-то вот я ее продолжаю. А что читает Евгений Селиванов? Ну-ка скажите сейчас, может быть, это не секрет или не секрет? Джон Ирвинг «Молитва об оонимине». Это классик американской литературы, где написано, в общем, интересное повествование о взрослении человека в 50-х, 60-х годах, там про все, начиная от Никсона и Кеннеди до войны во Вьетнаме. При этом это обычный быт, это обычные дети. Ну и вот как есть же такая фраза, что у хорошей книги прописки-то, в общем, нет. Интересно читать про любые реалии. Судьбы. Да, особенно если это очень хорошая книга, ну как, собственно, Ирвинг — это один из виднейших современных писателей. Сейчас читаю ее. И у нас сейчас на Красной площади проходит большое мероприятие, да? Вот они так кратко уже сказали, что завтра там как раз-таки и будут объявлены результаты электронной буквы, ну как промежуточные результаты. Вот что еще можно порекомендовать? Просто про фестиваль расскажите. Да, про фестиваль рассказать. Но фестиваль — это вообще праздник, это один из крупнейших фестивалей, которые проходят в этом году, куда может прийти любой желающий. Там свободный вход. Представлено множество книжных новинок от разных издателей, множество интересных встреч с писателями, критиками. У нас, у Литреса, есть свой собственный шатер электронных книг, там шатры. То есть если на книжных ярмарках стенда здесь шатры, где у нас помимо вот собственно озвученного уже мероприятия по электронной букве проходит еще одна акция уже не первый год, когда можно принести свою печатную книгу, сдать ее и получить сертификат на приобретение электронной книги. Причем мы не просто так принимаем эти книги, мы потом их передаем в Некрасовскую библиотеку и тем самым у такой акции есть очень сильная социальная составляющая. Книги любые, бумажные. Да, книги любые. В прошлом году было очень много интересных новинок, библиотекам всегда интересные новинки, но особенно если они актуальны и востребованы, интересны читателям. Было какое-то количество старых раритетных книг и читатели охотно приносили, было видно, что им очень интересно пересаживаться с одного формата на другой, если так можно выразиться. Они читали печатные книги и вот они хотят пробовать читать электронные книги. Мы уже поняли, что Литрес — это компания передовая. Есть вот эти замечательные проекты, которые существуют в настоящем времени. Что в будущем? Может быть, так приоткроете завесу тайну? — Искусственный интеллект. — Да, может быть, появится бот, который возьмет книгу, будет читать. — Нейросети, блокчейны. Сейчас от общего к частному. От общего, конечно, планов очень много. Далеко не все я могу, естественно, приоткрыть, но намекну, что развиваемся мы в самых разных направлениях. Именно стараемся, во-первых, сделать лучше, во-вторых, сделать больше. Есть такие проекты любопытные, вот как, например, совсем недавно запустился один из проектов комиксы. Комиксы в нашей стране становятся все более популярными. Аудитория растет. — Причем у них такая преданная аудитория всегда. — Да, мы запустили отдельное приложение по продаже комиксов, как раз чтению, особенно вот это чтение выгодно на планшетах, к примеру. Это вот только один из проектов, их там у нас задумано такое великое множество. Если говорить о близких мне проектах Литреса Миздат и Литреса Чтец, ну, как я уже говорил, тут раскрыли тайну про аудиосы Миздат. Мы очень много, на самом деле, запланировали для проекта. У нас вот-вот запустится очень востребованная среди авторов услуга заказа самим себе тиражей своих книг, причем тиражей буквально от одного экземпляра. Очень часто авторы книгу используют как визитную карточку или как они пытаются ее потом самостоятельно продавать. Они ударят кому-то в качестве подарка. И мы совсем скоро уже эту услугу запустим. Ну и так далее, и тому подобное. Проект Чтец, его ждут очень серьезные изменения. Мы хотим сделать его проще, удобней, понятней, добавить гораздо больше всяких обучающих инструкций по тому, как самостоятельно записать качественную аудиокнигу. И мы также думаем именно вот о дополнительных участниках, дополнительных возможных участниках проекта Чтец. Набор такой. Да, набор. Вот вы тоже можете поучаствовать. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо. Заметьте, не я это предложил, как говорится. Диалоги пропишем, да. Спасибо вам огромное, безумно интересно. Мы желаем вам успехов и чтобы все планы реализовались. Евгений Селиванов, Литрес, в эфире Страны ФМ. До новых встреч. Спасибо огромное. Удачи.